Продолжаем говорить о баш-скриптах, разберемся с определенным синтексисом некоторых скриптов и поговорим об особенностях, о которых требует нас знать LP. По LP это та же тема 105.2, часть третья. Тоже такое же задание у нас редактируют существующие и писают новые баш-скрипты, но теперь мы уже говорим о синтексисе и понимаем, что такое условные выражения. Затем рассмотрим возможность отправки писем фидер-пользователя и поговорим о такой возможности, как подстановка команд в скрипт. Если говорить об условных выражениях, это такая конструкция, знакомая всем, кто занимался у нас какими-либо изнаками программирования вообще. Это стандартная конструкция if, then, else. If условие, если это условие выполняется, then тогда выполняется такой набор команд, если это условие не выполняется, else выполняется другой набор команд. И фи. Фи это у нас именно завершение условия if. If наоборот фи. То есть это не конец стрипта, а именно конец вот этого условного выражения. И сразу давайте я загляну немножечко вперед, скажу, что у нас есть еще подстановка команд. Подстановка команд это в принципе то же самое, что и функции. Правда здесь в примере это немножко похоже скорее на псевдонимы, но это именно использование таких функций в пределах одного скрипта, когда мы можем переменной передавать значение на результат выполнения какой-либо функции. То есть мы сейчас это все в скрипте рассмотрим. Возможно, два варианта синтаксиса, когда мы обозначаем переменное и в скобках выражения, или через два таких апострофа, которые у нас на букве русской «йо» находятся, в эту сторону наклоненные. Итак, вот наша родная Ubuntu. С прошлого занятия у нас осталось с вами несколько скриптов. Напоминаю, первый скрипт я создал просто так от балды, даже не заморачиваясь синтаксисом. Открою я его. Тут я поделал несколько ошибок. Ошибки я поделал, потому что скрипты я использую довольно-таки редко и в Linux и в Windows, потому что это как-то имело смысл раньше, сейчас большинство задач решаются просто. Если говорить о Windows, тут в принципе достаточно, мне говорю, политиков и возможностей PowerShell, я вообще очень редко использую там скрипты. В Linux тоже, в принципе, все, что необходимо для рядовых административных задач, тоже есть. Тем не менее, скрипт не значит полезно. Значит, давайте здесь подобавляем. Во-первых, я вопрос хочу закончить законным вопросительным знаком. Отлично. Далее, что я здесь делал не так. Если, вот то самое, значит, у нас условное выражение. Если, и вот здесь вот условие. Здесь это условие нужно пробелами отбить немножечко. Вот так. Если значение переменной равно yes, тогда выполняется это, в другом случае выполняется это. Так, еще я здесь сделал косячок. Нужно мне было закончить fi с маленькой буквы. Условие if заканчивается fi. Так, давайте я сохранюсь, еще раз пробегусь с вами по этому скрипту. Cut. И в скрипт 1. Итак. Шибанг символ. Запускается у нас интерпретатор bash. Это просто комментарий. Сразу, вне зависимости от каких условий, первым делом срабатывает команда echo, которая что-то вводит. В данном случае она задает вопрос. Все, что мы ответим, будет считываться. Это команда, о которой мы говорим в следующей части занятия. Считывается переменная value. Это переменная если, если принимает значение yes, тогда работает эта команда. Если переменная не равна вот этому значению, тогда срабатывает эта команда, заканчивается условие, завершается скрипт. Давайте попробуем это по делам. Значит, мы запускаем скрипт из конкретной этой папки. И в скрипт 1. Спрашивает, Голдин или я. Отвечаю, например, нет. Говорит, продолжай работать. Спрашивает, все, что угодно. Я отвечаю и говорит, продолжай работать. Если я ему отвечу yes. Причем, смотрите, я отвечаю yes. Говорит, все равно продолжайте работать, потому что yes, я должен ответить заглавными буквами. Можно, конечно, написать скрипт, который будет принимать это в абсолютно любом регистре. Верхнем, нижнем, заглавный, незаглавный. Но у меня в данном конкретном случае просто считывается строковое значение. Если строковое значение конкретно равно вот этому, тогда скрипт отрабатывает верхнюю часть условия. Пока у нас все время срабатывает нижняя часть условия. Итак, запускаю скрипт и отвечаю ему так, с большой буквы. Говорит, пожалуйста, иди, приготовься что-нибудь поесть. То есть сработала первая часть скрипта. Такой банальный, простой скрипт. Понятно, что практического смысла у нас он сейчас никакого не несет, но практический смысл мы с вами изучаем в плейлисте практической администрирования. Это у нас подготовка к Elpiku. Чищу экран. Смотрю, да, вот я вчера делал копию этого скрипта, но я вчера, когда его копировал, этот скрипт, я его скопировал с ошибкой, поэтому я его просто перекопирую. А, почему я сделал cut? Я хотел скопировать. Перекопировал я ifscript2. Давайте я его сразу, этот ifscript2, тоже сделаю скриптован. Напоминаю, у меня ifscript2, вот он наверху, у него нет прав выполнения, поэтому это просто текстовый файл. Я обычно писал user plus x. Можно попробовать сделать просто плюс x. И тогда право выполнения добавится всем пользователям. ifscript2. ls-l. И видите, у всех пользователей появилась буковка x. То есть теперь кто угодно может запускать этот ifscript2. Я хотел с вами поговорить. lpik предлагает, это возможность такое изучить, отправки в пределах скрипта почты админа. Для этого должен быть настроен у нас постфикс. Это тоже отдельная практическая задача. Не знаю, почему lpik на данном этапе просит это делать. Но есть, собственно, такой пакет утилит, который называется mail-utils. Если вы его через abdget установите, вам нужно будет настроить постфикс элементарно. И тогда у вас будет какой-то сервер отправки почтовых сообщений. Я сейчас просто в скрипте укажу, как этим серверам пользоваться. Открою я ifscript2, который является полной копией из скрипта первого. И просто добавлю еще, допустим, какое-то значение вот сюда. То есть еще какую-то команду. Как отправлять письма через почтовый сервер, который у вас настроен? Можно сказать, что мы хотим отправить точно такая же команда echo. Например, вот так, как это у нас. Если я отвечаю, что все кроме да, я могу здесь написать is, например, not hungry. Это будет текст сообщения. Hungry неправильно я пишу. Hungry. Вот такой будет у меня текст сообщения. И дальше мы этот текст передаем через конвейер, pipeline наш, команде mail. Команда mail у нас отправляет почту. Я сейчас опять же не буду заворачиваться с ключами, что вообще делает эта команда еще очень рано. Но просто, знаете, то, что команда mail умеет отправлять почту. С это subject, тема письма, информационное сообщение просто, инфо. И кому я хочу отправить root. Вот такой вот будет скрипт. Сохраняю я этот скрипт. И теперь, если я, допустим, выполню is script2. Пробел умудрился воткнуть. Допустим, нет. И в данный момент у меня, вот видите, скрипт срабатывает на команде mail. Потому что команда mail, то есть он все сделал, мой скрипт. Но на том этапе, когда появляется команда mail, он у меня на этой строчке ругнулся. Даже указал на какой строчке. На десятой строчке у меня какая-то ошибка. Вот line 10. Если у вас косяки со скриптами, какие-то скрипты, как правило, пишут... Ну, в смысле, баш пишет, в какой строке у вас ошибка. Потому что у меня сейчас команды mail просто нет. Для этого, еще раз напомню, нужен mail.utils. И последнее, о чем я хотел поговорить в пределах этого урока, это подстановка команд. Значит, подстановка команд. Давайте напишем, скорее, простой, наверное, скрипт какой-нибудь. Tell me all, например, вот так его назову. Просто бессмысленное название. Пишем. Так, да, конечно, нужно вначале написать. Шбанк. Bin bash. Хотя в данном случае мы и так работаем с башем. У нас этот скрипт запустится и так. Может даже не указать. Для правил хорошего тона напишем то, что это какой-нибудь скрипт. Tell me tells me everything. Вот такой вот скрипт. Значит, как он работает? Для начала давайте создадим переменную x. Переменная x у нас будет равна... Вот так мы обозначаем переменную, напоминаю. И, например, команда date. Напоминаю, вам есть такая команда date. И создадим переменную y, которая будет равна... Значит, по-другому теперь зададим подстановку команды. То есть у нас в первом случае переменная будет брать результат выполнения команды date. А переменная y будет у меня брать результат выполнения команды uptime. Давайте, чтобы было интереснее с ключом. Minus p. Эту команду мы тоже с вами проходили. Она нам показывает, сколько у нас работает система. И результатом выполнения скрипта будет строчка echo. То есть echo будет выдавать нам текст today. Ну что же у меня сегодня с английским? Is. Берем значение переменной x. И дальше текст продолжает. И берем значение переменной y. Закрываю кавычки. Сохраняю скрипт. Делаю текстовый файл исполняемым. И запускаю этот исполняемый файл. И видите, он нам говорит. Today is. Отрабатывает скрипт. Такой-то день. And we are. Сколько у меня работает система. Еще раз вам покажу этот скрипт. Вот он, банальный скрипт. То есть мы переменной задаем значение, которое она получает в результате выполнения команды date. А вторая переменная у меня получает результат в виде выполнения вот этой команды с этим ключом. И третья строчка просто их объединяет. То есть мы можем задавать. Это у нас все тот же слайд по Powerpoint. Вот эту вот подстановку команд в виде вот этих вот апострахов маленьких. Или в виде доллар и значения в скобочках. Коротенький итог. Значит мы разобрались с вами с условным выражением if, then, else. И завершение это условное выражение f и сочетание букв. Дальше мы с вами разобрались с тем, как отправлять почту в пределы скрипта. Но можно само собой и без скрипта. Просто команда mail такая есть для отправки почты. И еще мы с вами поняли, как в скрипт вставлять команды какие-то. Последовательность команд может быть. Команды с какими-то ключами. Это у нас называется подстановка команд в скрипт, условно говоря.